Девушки отдыхают Господа, позвольте мне поблагодарить, прежде всего, лидеров государств, президента Бразилии, премьер-министра Индии, председателя Китайской Народной Республики и президента Южноафриканской Республики за их содержательные и интересные выступления, а председателя вашего совета, господин Акатырин, и всех вас за работу в преддверии нашего саммита. Только что перед встречей с бизнес-сообществом у меня составилась небольшая краткая дискуссия с лидерами профсоюзных объединений наших стран, и они тоже сделали предложение для лидеров в надежде на то, что их предложения будут учитываться в ходе подготовки наших документов и выстраивания практических нашей деятельности. Так оно и будет. Мы обязательно будем иметь в виду предложения профсоюзов. Я не могу с ними не согласиться в том, что именно на пути взаимодействия бизнеса, представителей трудовых коллективов, которыми являются профсоюзные организации и государств, можно найти оптимальные компромиссы в обеспечении устойчивого развития и в обеспечении роста благосостояния граждан наших стран. К сожалению, график нашей работы не позволяет сейчас открыть такую широкую дискуссию. Что было бы интересно, безусловно, и для вас, и для моих коллег, я в этом нисколько не сомневаюсь. Но хочу вас заверить в том, что мы без всяких сомнений учтём и ваши предложения, сформулированные в ходе вашей предварительной работы. Но уже сейчас можно с полной уверенностью сказать, и вы сами тоже об этом знаете, на основе предложений именно вашего совета, на основе ваших предложений нами принято решение о более широком использовании в торгово-экономических обменах национальных валют. С некоторыми странами мы создали специальный даже пул валюты. Вот, например, с Китайской народной республикой наши центральные банки обменялись соответствующими объёмами ресурсов. СВОП организовали, прошла уже торговля фьючерсами на пару рубль и юань. Я думаю, что такое же развитие и с Индией, и с Бразилией, и с Южноафриканской республики было бы интересно и могло бы, безусловно, поднять уровень торгового оборота. Значит, диалог по унификации правил электронной торговли с вашей подачей, уважаемые дамы и господа. И сейчас коллеги тоже говорили об упрощении визового режима для представителей бизнес-сообщества. Это была тоже ваша инициатива. Пользуясь правами председательствующего, хочу отметить, что и в нашей стране, в России создаются благоприятные условия для развития кооперации по всем направлениям, и в инвестиционной сфере, и в торговле. И в этой связи хотел бы отметить, что, несмотря на все трудности, с которыми сталкивается мировая экономика, ну и российская тоже, всё-таки нам удается удержать фундаментальные основы российской экономики, которые мы укрепили за последние 10-15 лет. Мы на весьма низком уровне, 5,8% держим уровень безработицы, мы сохранили свои резервы, у нас положительный торговый баланс, и в приемлемом коридоре удается держать курс национальной валюты. Всё это даёт нам полное основание утверждать, что и сегодняшние трудности совместно с нашими коллегами мы успешно преодолеем. Хотел бы обратить ваше внимание также на дополнительные возможности, которые предоставляются всему бизнес-сообществу стран БРИКС в связи с образованием Евразийского экономического союза. Уважаемые дамы и господа, позвольте мне вас сердечно поблагодарить за ваше участие в нашей работе. Надеюсь, что и дальше представители бизнес-сообщества будут выносить свой заметный вклад в координацию усилий по развитию экономик наших стран. И на этом вынужден завершить нашу сегодняшнюю встречу. Большое спасибо вам за совместную работу.